В календаре Приморской художественной гимнастики есть одно особое мероприятие. Краевой турнир НИКО, посвященный памяти мастера спорта Светланы Неконоровой, ежегодно становится местом встречи сильнейших гимнасток из Владивостока, Находки, Уссурийска и других соседних городов. Настроение на этих соревнованиях больше дружеское. Более двухсот участниц переживают как за свои команды, так и за иногородних коллег. Это большое количество участников. В самом июне 2012 года рождения ей 5 лет. И самая старшая, вчера выступали мастерицы в 1999 год, это у меня Алина Володина, будет 18, то есть 17 лет. Это самый такой же пиковый возраст, когда гимнастка уже здесь, уже может заканчивать. В соревнованиях участвуют спортсменки от третьего юношеского разряда до мастеров спорта. Номера показывают со всеми возможными снарядами, вроде мяча, обруча и так далее. Девушки, независимо от качества своего выступления, обычно уходят с ковра со слезами на глазах. Эмоции хоть отбавляй. Но вот кто абсолютно спокоен перед судьями и зрителями, так это гости из Северной и Южной Кореи. Сборная КНДР участвует в этом турнире уже последние несколько лет, а вот южнокорейцы – новички. Но статусу не соответствуют, выступают достойно, да еще и показывают номера с лентой, с которой не каждый рискнет связываться. Они очень гибкие рейсанты, классные, работа с предметом тоже хорошая. У них такие предметы, они станцуют с такими предметами, с которыми еще не танцуют 2008 год. Лента рука устает, ей крутить и путается, узлы могут зависаться. Но если будешь часто работать, то, конечно, все получится. Многие девочки, приезжая на турнир, увы, не знают, кому он посвящен. Неудивительно, ведь Ника Норова занималась художественной гимнастикой более 20 лет назад. Светлана, или, как ее называли подруги, Ника, была одной из сильнейших спортсменок на Дальнем Востоке. А после завершения карьеры стала преподавать вот таким подрастающим гимнасткам. Человек очень лучезарный, очень добрый. Поэтому память осталась, и, смотрите, традиции, и хочется, конечно, и страны добавляются уже к нам. Поэтому хочется, чтобы он был, конечно, уже и всероссийский. Но для этого надо еще поработать. Памятный турнир, как отмечают организаторы, ежегодно получается по-своему добрым. Здесь никто особо не гонится за победой. Какого-то отбора лучших здесь нет. А свои поощрительные награды получат даже те, кто не занял призовое место. Максим Яковлев, Андрей Макаров. Новости спорта на восьмом.